Вернемся к вопросу нейтрализации. Вместе с тем, писатель Саи Баба, который многие почитают как святого, как гуру, как бога, воплотившегося на земле, часто пока демонстрируют материализацию золотых предметов, лимбомов, цепочек, колец, вип-пути. Ну, я бы слово «демонстрировал» убрал из вопроса, потому что не было никогда демонстрации. Если вы замечали, Сати Саи Баба делал это внезапно, никогда не предупреждая о том, что сейчас будет, никогда не показывая специально того, что он делает. Это происходило спонтанно тогда, когда это должно было быть. И я знаю, что я многие годы находился там и очень, насколько это возможно, следил за процессами внутренними и внешними. Я всегда видел, что большинство людей даже не успевали увидеть, что произошло. Они потом спрашивали, а что было? Людей очень много, конечно, не в этом только дело, но в целом просто Саи Баба это делал спонтанно в тот момент, когда это нужно для конкретного человека. Поэтому материализация и создание, которое подействовало по указанию, по желанию свыше Саи Бабы, спонтанному желанию или целенаправленной силе желания, они создавали все эти предметы для того, чтобы человек, нуждающийся в этом кольце, в этой цепочке или кулоне, в каких-то других предметах, он, кстати, создавал лингомы. Были и аспекты материализации тоже, потому что для этого, я еще раз говорю, нужна субстанция. Как говорят алхимики, чтобы делать золото, нужно золото. Это все нужно было для того, чтобы человеку было легче сконцентрировать свое внимание на присутствии. Те, кто практикуют истинную святую науку Крия, они понимают, что самой важной материализацией является трансформация сознания и возникновение новой вселенной, то есть вселенной каждого человека, возникновение возможности единства с первоисточником, со своим высшим Я. И это называется настоящим созданием, которое вы сами, направляя усилия, пробуждаете и выстраиваете. Вот такая вот, пусть будет даже материализация, она очень возвышенная и, собственно говоря, является главной. А есть люди, которым сложно концентрироваться, им проще увидеть перстень, кстати, Сай Баба, и вспомнить о нем хотя бы несколько раз. Однако Сай говорил о том, что люди, которые обладают слабой волей духовной, нуждающиеся в таких атрибутах, также подвержены воздействию деструктивных сил. И когда им требуется помощь, когда им угрожает опасность, эти предметы дематерализуются, оказываются вы с вами, затем возвращаются обратно, это очень быстрый процесс, почти мгновенный. И тогда с вами мгновенно реагировал на то, чтобы помочь человеку. Субтитры создавал DimaTorzok